приветствую всех рада видеть вас снова на своем канале приветствую новых подписчиков очень много вижу новых людей в комментариях которые заходят и говорят вот случайно попал на ваш канал мне нравится в последнее время стал опять тос чесаться интересно и нравится мои расклады остаются меня это очень очень радует хочу поблагодарить вас за ваши комментарии порой за такие большие развернуты мне мне нравится да то есть видно искренность видно вовлеченность человека и и мое желание общаться с вами и также я благодарю вас за ваши лайки за ваши донаты в общем все что делаете вы для меня мне это очень очень приятно и как это в знак благодарности мне хочется взамен до давать вам все больше и больше и и лучше и качественнее крайне мере я над этим работаю и так сегодня мы с вами смотрим расклад на тему кто вы на самом деле три позиции три колоды голубой красный зеленый камешек таро приведение таро небо и земля таро сумасшедшего дома определяйтесь выбирайте для себя позицию я скажу что меня спрашивали я в принципе записала меня спрашивали по поводу индивидуальных консультаций вот одно время я их прекратила делать по причине того что стали приходить запросы с которыми которых я так скажу я некомпетентно да и мне неинтересно было с ними работать вот и мне нужна была пауза и я перестала проводить индивидуальные консультации сейчас я снова их возобновила вы можете перейти по по ссылке в описании к этому ролику мои услуги либо перейти на главную страницу моего канала в разделе плейлистов есть плейлист который называется мои услуги есть отдельный ролик про мои индивидуальные консультации и также 3 3 возможность как вы можете узнать о моих услугах если опять таки перейдете на главную страницу в шапке там где красивая такая фотография заставочка моего канала в правом углу есть три значка 1 голубенький значок это краски значок на мои услуги нажимаете тоже читаете вот какие консультации именно я провожу в каком формате сколько это все стоит то есть я возобновила и подробно об этом написала можете прочитать и добро пожаловать надеюсь времени вам было достаточно определиться отодвигаем эти позиции и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек таро привидений и мы давайте единички с вами посмотрим кто вы на самом деле делать буду в коротенький расклад сегодня не хочу делать большой на сегодняшний день кто вы аркан луны интересная такая личность хочется сказать такая манка магическая магическая личность в плане притяжения в плане того что с одной стороны вы непонятные людям да как закрытая книга с другой стороны вот что-то такое притягивает вас притягивает как раз и вот это вот некая такая неизвестность непонятность неопределенность человек очень хороший ярко выраженные интуиции фигеть не представляете выпал два аркана это луна и маг луна и маг если даже неважно мужчина вы или женщина человек с огромным потенциалом энергетически человек с харизмой здесь вопрос не внешности а вашего в внутренние силы вашей энергетики и вы притягиваете на раз два три людей то есть люди которые оказываются вашем пространстве вас не забудут сто процентов оставляете неизгладимое впечатление вас не понимает вот это вот непонятность она притягивает есть такое знаете такое ощущение что никто не знает кто вы есть на самом деле по причине того что вы как хамелеон вас каждый виде что-то свое если на вас смотрят мужчины например если вы женщина они вот каждый не взирая на то какой это мужчина он будет видеть вас свой какой-то идеал если спросить каждого из них что ты увидел вы обратите внимание что это абсолютно разные идеалы и каким образом это все было видно вас неизвестно вы как луна темная сторона такое нечто непонятное туманное как наша бессознательность огромным потенциалом но мало кто умеет этим управлять и мало кто знаком на сто процентов что это такое здесь еще и дьявол да то есть это и эмоции это и переживания это и инстинкты то есть вы вызываете в людях как минимум бурю гамму переживаний причем разнообразную бурю кто-то может на вас проецировать здесь люди то что я говорила каждый видит во что-то свое люди вас видят свои какие-то собственные проекции то есть вы тот кто вы есть вот но люди вас будут видеть все равно что-то свое для кого-то вы там будете учителями для кого-то вы будете жарлатанами для кого-то причем это разные люди и разные все эти люди будут видеть вас что-то свое что даже между собой может не стыковаться однозначно здесь человек с такой знаете достаточно развитой душой да то есть здесь я могу сказать старая душа здесь не новая душа прошедшая какой-то опыт причем большой но очень харизматичные люди яркие люди которые с одной стороны имеют огромный потенциал на то чтобы иметь контакты то есть знаете такое ощущение что вот общаетесь со многими но по сути такое что вот вы одни вот как такое может быть я не знаю то есть по идее по дьяволу вас должна быть переполненная записная книжка разными контактами но вот как будто бы по луне в нужный момент вы все равно находитесь вот в одиночку мощные карты кто вы на самом деле королева жеслов кто бы сомневался яркий независимый человек достаточно эрудированный но вы знаете в каких-то моментах вы действительно чувствительный человек который принимает близко к сердцу некоторые такие вещи и одновременно вы можете рубануть мечом таким образом что мало не покажется и можете нанести урон и болт и боль своему оппоненту тогда когда вот он не не ожидает то есть вы знаете непредсказуемый человек можете казаться что такой яркий покладистый но с другой стороны можете дать как-то отпор и можете за себя постоять такой человек который вот все время что-то не договаривает да не потому что вы обманываете ни в коем случае но так как вы преподносите правду всегда остается вот какая-то тень недосказанности и вот в этом не совсем понятным вы как будто бы носите много разных масок не потому что вы притворяетесь а потому что вы настолько многогранная личность что вот вот это вот многогранность да она и не дает покоя людям потому что вы не однобойки и вы есть на может быть настолько сказать вот в коммуникации в общении с вами вы можете разговаривать абсолютно на разные темы из разных сфер и может создаваться такое впечатление что вот вы как будто бы неуязвимы что ли но при этом своей душе вы очень чувствительный очень неранимый человек вы никогда не покажете свои слабые стороны вот прям никогда так знаете вот те люди хочется сказать как как патриоты до прострелены с множеством дырок уже как я не знаю как решето какое-то вот но буду биться в бою до последнего то есть у вас столько мужества столько храбрости независимо того мужчина вы или женщина столько такого потенциала прям вот я не знаю это даже не то чтобы лидерские качества а здесь вот прям мощь мощь понимаете вот ваша сила она ощущается очень сильно ваше присутствие вы легко можете опять-таки если вы женщина можете легко сводить мужчин с ума неважно какая у вас фигура цвет глаз какой возраст вот есть вас вот это вот какая-то изюминка неповторимое то что нравится людям не знаю у кого-то это может быть даже не внешность у кого-то это может быть доброта у кого-то это может быть не истощимый источник позитива вот прям кто-то может зажигать мотивировать людей находить правильные слова вот вот прям хочу сказать что вот от вас вот прям тащишься вы действительно включаете какие-то внутренние инстинкты не знаю особенно если с вами поговорить хочется потом как будто бы не знаю горы свернуть вот прям столько столько много позитива вас но с другой стороны если мы говорим о темных до сторонах о слабостях ваших то ваша слабость это вот слабость и является вашей слабой стороной масло масляное но иначе не скажешь то есть вы никогда не покажете своей слабости вы никогда не покажете когда вам трудно когда вам сложно когда вам хочется выйти на луну и вы всегда это будете все скрывать вы не хотите показывать свои уязвимые места вы не хотите показывать свою эмоциональность вы не любите людей которые вот прям слабее вас не потому что не знаю вас это раздражает а потому что вы у вас есть какое-то свое мировоззрение в котором вы верите что нету слабых людей есть ленивые люди не желающие как-то вот двигаться дальше развиваться что всем людям подвластно вот вы относитесь к другим через призму самого себя вот вам все как я уже говорила до море по колено и вот вы как ваши требования к другим людям могут быть достаточно высокий вот именно такие что ну вот вы не даете не даете спуска особенно если это профессиональная сфера да вы очень требовательный человек вы всегда будете искать какую-то свою выгоду опять-таки знаете как хочется сказать такая здоровая конкуренция в плане особенно если это профессиональная сфера да вот вы никогда не не то что становитесь беспощадными просто тот человек что если есть конкуренция да то и есть возможности да то нужно идти к вершине не надо как-то поддаваться то есть не надо не то чтобы помогать не надо если у вас попросят вы это сделаете но сами вы не будете этого делать потому что пускай каждая достигает я же сам достиг и ты и ты достигай да то есть вот как-то здесь такой спортивный дух до который закаляет и вас и других людей которые равняются на вас здесь такое кто вы еще на самом деле но прям я знаю что за идеал здесь людей король пендакли да то есть человек который умеет считать деньги человек который создает комфорт удобства человек который достаточно стабильный постоянный не создает лишних телодвижений при вашей энергетике я не знаю но вот по крайней мере потенциал здесь человека который должен достичь прям хороших высот своей жизни если вы это не достигаете это просто не ваш выбор я не имею ввиду в плане позиции а плане того что вы не выбираете быть на высоте то есть это ваш выбор это не то что вы не умеете либо не можете а здесь просто вот возможно какой-то это такой ваш выбор но здесь смотрите если мы уберем королев жезлов и луну женские энергии дату дьявол и король педакли это вот прям физика физика да очень сексуальный здесь человек неважно того мужчина вы или женщина кто вы еще на самом деле вы человек который пошел очень много трудностей в своей жизни многое чего терял у вас было очень много проверок на вашем пути трудности сложности много распадали и много раз вставали убеждались сколько раз что вы ошибаетесь да то есть видели свои ошибки вам несложно было их признать но вы благодаря им становились сильнее сильнее шестерка педакли здесь знаете вроде бы карта шестерка педакли а здесь изображено изображена какая-то знаете утрата утрата в любви ощущение что это как будто бы личная жизнь ваша не очень складывается либо не очень не очень складывалась и вот это вот как будто бы закаляла ваш дух душа душа здесь она как бы не то чтобы она страдает вот она как будто бы одинокая зато у люди с очень сильным духом силой воли люди которые бесконечно ищут себя которые все время что-то строит все время что-то создают есть вот это вот внутренняя какая-то неудовлетворенность до чем-то и вот это вот ваше внутреннее неудовлетворение она как будто бы способствует улучшению себя и этого мира то есть вот знаете когда что вот идешь по дороге да не нравится вам дороги и ну из-за того что там есть ямы или еще что-то да и вот такая мысль о том что надо там я не знаю куда-нибудь обратиться в специальные органы да и сказать что вот здесь у дырки чтоб дырки золотали то есть вы не тот человек который проходит мимо чего-то такого несовершенного на это всегда обращайте внимание по возможности вы это исправляете ваша характерная черта это ваша чувствительность ваша равнимость но и в то же время во внешнем вере вы никогда не покажете это не покажете никому насколько вы в душе своей можете рыдать хочется сказать крокодильными слезами до слезами но когда надо что-то делать засучили рокова как говорится утерли нос вытерли слезы и пошли да то есть надо сейчас работать причине что вы прям прям такой боец даю и туз мечей выпадает человек который любит правду человек очень прямолинейный а не лицемерить и при том что я говорила вы носите маски в зависимости от обстоятельств если вам нужно быть вы находитесь кругу детей вы будете ребенком если вы находитесь в кругу там я не знаю какой-то бизнес среды вы будете чувствовать себя как хамелеон аналогично той среде в которой вы находитесь очень умный очень эрудированный человеку с таким конкретным складом ума человек умеющий выстраивать стратегию своего поведения но при этом вот присутствует дойка мечей некая такая неуверенность неуверенность и вот выпадает крылья кубка вы знаете вот во всех сферах да будь то это здоровье будь то это финансы и будь то это профессиональное вы кладез стоит дайте вот здесь вот до личной жизни все вот я вас как будто бы не узнаю вы теряете здесь все свои силы все свои качества вы становитесь абсолютно другим человеком очень хороший психолог но опять-таки казалось бы вы умеете считывать на раз два три всех людей вы их сканируете понимаете но но касательно личной жизни я не вижу чтобы здесь вот здесь вот большее количество ваших уроков да и ошибок что вы совершаете это касается вашей личной личной жизни вот верховная жрица и выпала человек который изучает тайны мистик философ психолог вот смотрите классное какое сочетание луна дьявол и верховная жрица если вы не занимаетесь маги я я вот вот прям даже знаете вы можете ей не заниматься но вы волшебник по жизни я не знаю что происходит в вашей жизни но магия она присутствует у вас возможно если вам что-то надо мир вам это материализует возможно вы находитесь все время в нужном времени в нужном месте возможно люди к вам появляется тогда когда вам нужно вы притягиваете себе если прям сложная какая такая ситуация финансы из ниоткуда а магия она присутствует вашей жизни здесь вопрос замечаете вы ее или нет если вы ее не практикуете а если практикуете то у вас прям очень сильный потенциал на магические способности у вас ресурс большой и даже если вы этого и не знаете а так в принципе вот вы этот человек который ну по своей натуре очень такой тревожный и волнительный вот но в душе других людей вы всегда оставляете след вы всегда оставляете отпечаток вот вы не не забываетесь не только по характеру по внешности а просто в вашем присутствии всегда всплывает вот у людей какие-то страхи и начинается трансформация вот вы на тонком плане запускаете трансформацию у людей верховная жрица она всегда настолько глубоко проникает бессознательное людей не в создании а бессознательное и она начинает оттуда не понимая сама да вот именно просто проверька в коммуникации с другими людьми начинает вытаскивать из бессознательного людей все необходимые сценарии для проработки в том числе страхи это это такая связь знаете вот если вы нули впускаете свое пространство людей а я не вижу что вы это делали здесь еще расскажу много общения много коммуникаций людей близко к себе вы не подпускаете но если вы впустили такая мощная сцепка связка происходит с человеком что есть не только телепатия происходит а здесь вот как будто вы знаете вот полное слияние происходит вы настолько умеете чувствовать читать человека что хочется сказать что и без вербальной речи можете понимать потребности и мысли другого человека с которым вы находитесь в связи вот такая вот здесь личность прям знаете на самом деле если я попала а вы мне напишите пожалуйста я прям буду очень рада что вот у меня на канале есть такие классные потрясающие люди вот с такой мощной энергетикой я буду очень-очень удивлена в плане того что как как мне повезло да что вот у меня на канале есть такие люди и это очень очень приятно так мы с вами переходим позицию номер два класть красненькому камешку класть классненькому и красненькому камешку и смотрим кто вы на самом деле двоечки причем знаете я всегда двойку постараюсь брать такие мужские колоды но все равно муж мужской энергетика все равно выходит мягкость кубковость так кто вы на самом деле ну девятка педаклей да я я вас поздравляю почему потому что я помню какие были раньше у меня двоечки неуверенные думаю сейчас карты это не покажут здесь показывают человека самодостаточного по крайней мере человек который стоит хорошо на своих ногах человека стабильного ну сразу кубки пошли шестерку кубкой доброго доброго человека который умеет дружить человек который умеет любить верного преданного желающего помочь желающего как-то повзаимодействовать что-то сделать хорошего для другого человека человек такой знаете по колесу фортуны с одной стороны можно было сказать что вы удачник но у меня ощущение скорее всего от того что есть какая-то цикличность человек который живет по каким-то своим циклом неторопливый терпеливый трудоспособный стабильный ну аркан солнышко что можно сказать яркий вот вот говорю же мужскую колоду взял специально с мужской энергетикой но идет мне вот это вот детство уйдет мне это мягкость доверчивость открытость очень мягкие женские такие даже не женские энергии а я бы сказала детские детские идет вот это вот доброта улыбка мягкость веселье очень много смеха люди и доноры донор и по своей натуре неважно чем вы занимаетесь это просто профессиональная сфера хобби либо вы как человек по своей натуре такой желающий отдавать да вы не можете если вы не отдаете причем это может не обязательно как я не знаю что-то материальное идете по дороге увидели мусор где-то подобрали выбросили в мусорку вам не сложно а миру чище там не найдете по дороге видите какого-то животного до пошли зашли в магазин купили еду для животных водичку миску поставили накормили и пошли дальше то есть вот вы вы и сама доброта сама милота хочется сказать и от этого по десятке жезлов вам сложно вам сложно в этом мире сложно потому что мир наш это это такой тренажер не хотела чихать это такой тренажер где с одной стороны казалось бы люди вот такие мягкие как вы но находит трудности для выживания вот но с другой стороны вот этот ваша мягкость она придает вам гибкости и именно адаптации выживания да обычно жесткие люди они ломаются а вы как-то вот из того что добрые хочешь сказать как-то ну отходит от от легло от сердца у вас да вы не держите обид до больно может быть вас обижают где-то что-то как-то вам некомфортно бывает но в принципе вы не держите обиды вы быстро быстро их забываете стараетесь до сказала старайтесь и выпала тройка мячей ну человек который которого ранили да как минимум несколько раз на и сердце разбивали и поступали как-то не очень хорошо но вы все равно то есть невзирая на это такое ощущение что как говорят да маленький щенок не маленькая собачка по жизни все время щенок да вот здесь что такое невзирая на то что как с вами обходились вы все равно будете добрыми то есть даже не старайтесь себя как-то изменить у вас не получится потому что вот это вот ваша природа возможно где-то в чем-то вы и сомневаетесь человек которому порой бывает сложно сделать какой-то выбор определиться в чем-то но вот вас очень красивая душа у вас очень красивая душа а человек с красивой душой как вы не может видеть что-то негативное в этом мире я хочу посмотреть ваш темный аспект император иногда вы можете быть и принцесса жезлов иногда вы можете быть в своих каких-то желаниях может быть надоедливыми упертыми до до тех пор пока не получите то что вам необходимо то что вы хотите в минусе здесь также может быть какая-то вы знаете ну не продуманность не продуманность и совершаете какие-то опроменчиво опрометчивые поступки торопитесь вот и рисковые порой рисковый и ну этот риск он какой-то вот ну я не знаю необдуманный детский что ли вот но вы очень хорошо умеете управлять людьми вот своими эмоциями своими чувствами и по сути то что вам необходимо вы это получаете ну и в минусе также может быть то что вы еще себя где-то недооцениваете занижаете принижаете да вот ваша заниженная самооценка это тоже может быть минусом так это у нас была вторая позиции красненький камешек мы с вами переходим к третьей позиции и зелененькому камешку он троечки смотрим вас кто вы на самом деле если посмотреть на себя со стороны аркан влюбленных знаете хочет сказать человек который вообще хочет убежать и из этого мира да что-то вы как-то заколебались уже определяться надо мне это не надо и вообще я ничего не хочу и оставьте меня в покое я хочу свободы я хочу улететь я вообще ничего не хочу да вот здесь как-то так интересно получается кто вы вы верховная жрица человек ведущий человек знающий показывающий только ту сторону медали которая интересует его вот остальная сторона это полная загадок человек практикующий мистику эзотерику да как я уже сказала ведущие знающие и сила а вот здесь вы смотрите у нас были по первой позиции да нечто аналогичное но там я бы сказала что вот если мы категориями магии на то там вот у меня больше выпадают маги здесь у меня больше выпадает видим да то есть это немножечко другой уровень тот более ну как-то вот мужской что ли что такое сконцентрированное вот а здесь что-то такое мягкое потому что выпал верховная жрица и выпал аркан силы то есть вы человек с такой с таким пациент салам мощным силы тоже можете давать отдавать можете наполнять других людей вы достаточно дисциплинированные вы понимаете как вам можно добиться то чего вы хотите только вы приходите к этому каким-то своему своим путем здесь нету традиционного пути в достижении своих собственных желаний здесь не знаю как то энергетически вы получаете то что вы хотите и вот тут вот он и отшельник да то есть третий великий аркан здесь точно вы получаете каким-то философским эзотерическим путем что ли то есть это могут быть какие-то молитвы это могут быть практики это могут быть какие-то заговоры это могут быть в общем до ритуалы но то что вы делаете вы это делаете на своей собственной силы вы не являетесь проводником сила вы на своей собственной силе работаете здесь люди мудрые здесь люди вот с улицы до звуки обрати на меня внимание здесь люди которые в мистике действительно ищут ответы на свои какие-то более глубокие вопросы люди прожившие какой-то путь но здесь не здесь нету бытового опыта я бы так сказала здесь скорее всего ваша мудрость и опыт связаны со знаниями смотрите какая вы мощная личность я вытащила четыре органы и все четыре великих то есть вы такой одаренный человек до 4 аркана причем очень сильные арканы возможно здесь люди которые выходят в астрал люди которые работают работают здесь нету шаманов это люди которые работают с астралом в сон люди которые работают с молитвами но если целители возможно рейки люди которые здесь практике не знаю почему я все перечисляю но вот мне здесь просто по энергиям идет такое что но вы не совсем обычный человек здесь астрологи тарологи тоже могут быть люди которые стремятся за знаниями и при этом вы по своей натуре люди-одиночки я не вижу чтобы у вас был такой знаете вот потенциал заделана семью если она у вас есть то даже в семье вы чувствуете либо лидером себя как минимум либо вам ну семейность как опыт не нужен у вас будет свой какой-то формат взаимоотношения даже если вас традиционный брак все равно ваши отношения они будут выстроены как-то вот по-своему не не так традиционно как например там не знаю муж зарабатывать жена дома сидит нет здесь даже не будет то что например муж сидит с детьми а жена работает нет я не про это а здесь как-то отношения они будут выстроены по-своему я не знаю например вы в браке но спите в разных комнатах в разных кроватях не потому что вы поссорились а потому что вам так комфортнее вот здесь что-то такое а например каждый приготавливает себе пищу самостоятельно даже если вас есть дети вы так приучили то есть нет такого что если я готовлю то готовлю на всю семью либо муж готовит готовит на всю семью нет захотел поесть приготовил горячий обед а каждый поел вот и все а если вечером кто-то захочет кто-то еще приготавливает вот здесь как-то не совсем обычно у меня вот так не то чтобы традиционно обычно есть какие-то необычные отношения идут может быть здесь медики тоже проходят кстати медики почему мне хочется сказать чернокнижники не знаю я не уверена но все равно не думаю что здесь у меня есть черные маги вот что еще кто вы кто вы человек туз кубков кто вы королева кубков человек знаете женской вот точно здесь идет женская какая-то энергия женская энергия наполненности вы тот человек которого лишний раз лучше не трогать потому что не то чтобы вы злопамятные у вас просто хорошая память да я не злопамятная у меня хорошая память вы ничего не забываете и если действительно вас кто-то обидел то вы вернете этому человеку обратку в нужное время не то что вы будете всю эту жизнь там стараться и ждать когда придет время там чтобы кому-то отомстить нет вы не умстительный человек но если подвернется такой момент когда нужно будет вернуть обидчику либо сделать так чтобы он понял насколько вам было больно вы это обязательно сделаете вы человек у которого есть контакт с высшим я вы себя очень хорошо понимаете вы себя очень хорошо цените вы знаете да себе цену вы по необходимости можете вливать своего партнера столько энергии сколько вам необходимо здесь понимаете здесь просто такое ощущение что вот вам иногда надо отдавать свою энергию и поэтому вы выбираете себя партнер там мужа партнера профессиональной сфере там сотрудника друга и вы наполняете вот свой из избыток энергии вы отдаете ему этот человек начинает расти потом к сожалению вас покидает ну потому что так устроен мир но вы тот человек которого периодически тянет на темную сторону темную сторону в плане неизвестности в плане то есть если что-то выбирать да выбирать что-то светлое известное яркое понятные что-то темное потаенное незнакомое непредсказуемо вас все время будет тянуть вот в эту темную сторону и периодически у вас будет такое некое раздвоение непонимание куда я хочу что я хочу вот выпало еще и пятерка мечей тоже такая энергия ну и здесь здесь какие-то такие хотите сказать знаете как это как цыганские ведьмы почему цыганские потому что такой человек знаете вот посмотришь вот вам как будто бы лишний раз в глаза смотреть нельзя там глаза ваши некий такой омут некая такая бездна аж страшно становится и вот я вот так смотрю на эту пятерку мечей и у меня такое ощущение что вот у меня прям внутренние тремул такой ну страх появляется опасный вот я вот так вас назову одним словом это вы опасный человек если в этом не узнаете себя это просто не ваша позиция здесь вот конкретное описание человека идет кто вы еще на самом деле иногда вы человек такой знаете который хочется сказать переливает из пустого в парню в порожню потому что здесь семерка семерка педакли выпала знаете как человек который иногда верит в какое-то свое безумие в какую-то свою не знаю иллюзию вот но вам для чего-то эта иллюзия нужна вы ее не просто так создаете здесь вы не глупый человек но есть такой момент что вот вот то что вы создаете какой-то вот самобан он вам необходим для чего для чего вы создаете это тройка монет потому что вам периодически нужна какая-то поддержка вам нужно чтобы вас верили вам нужно самому поверить в себя вот и когда нет таких людей рядом с вами потому что с таким человеком как вы сложно скажу честно вот чисто по энергетике энергетически с вами сложно вы не простой человек и вы это сами понимаете с вами сложно договариваться с вами сложно быть долгое время вместе вот у вас тяжелая энергия но при этом вот возможно в душе вы такой мягкий и чувствительный человек человек у которого есть эмпатия человек очень знаете преданный верный и но он к этой верности относится с трепетом вот здесь интересно настолько вы умны но у вас бывает необходимость порой прислушиваться к мнению других людей я не знаю зачем вы это делаете почему потому что ну у вас и так свое мнение очень сильное мощное и вот и бывают такие моменты когда вас забивает с толку мнение других людей и вы неоднократно это замечали и говорили сами себе о том что ну зачем я его послушал я же и так знал что мне это не надо туда да или бы этого делать не надо но иногда люди вас сбивают с толку потому что у вас есть бывает такая необходимость я хочу быть как все я хочу общаться с другими людьми мне это мне это необходимо но но вы не как все и вот в этом-то вся загвоздка и вы когда это понимаете что вы не такой как все вы опять-таки захлопываете закрываете поэтому создаете свою иллюзию для того чтобы вот в этой иллюзии какую-то находите поддержку для себя вот я говорила про астралы был еще один аркан смерти вы человек который вот ваша энергетика не случайно тяжелая потому что вы являетесь тем человеком который трансформирует других людей я наверное неоднократно говорила для троечек но так оно и есть вы тот человек который привносите смерть в переносном смысле не физическом другим людям смерть их личности смерть их каких-то качеств когда вы может быть жестко сказать какое-то слово прям сказали и отрезали то есть другим вы можете прям показать достаточно жестко реальность и вот такое ощущение что вот вы как как странник вы не можете на одном месте долго быть и вот чувство такое что здесь человек принял как будто бы свою судьбу вот я я вот такой я как будто бы одиночка по жизни еще раз скажу у вас может быть семья у вас могут быть друзья знакомые все такое я описываю то кто вы есть на самом деле ваше внутреннее состояние то есть по своей по своей природе по своей душе вы тот человек которому прекрасно и хорошо и в одиночку и здесь не про гордыню что а я с презрением отношусь к другим мне другие люди не нужны нет здесь не про это вам действительно хорошо одному вам вам это необходимо потому что долгое время люди с вами не могут и вы не можете вас это начинает вот как-то давить угнетать бесить вот на пустом месте вы можете взорваться надоедает вам часто что-то вот я слышу вот вы говорите прям так надоело ты мне надоело надоело это все вот 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 прям знаете очень такая огня много вы запускаете вот эту вот трансформацию жизни людей ну 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 что поделать вот еще один великий аркан высшего нет справедливости аркан справедливости вы как будто бы такой знаете вот говорят да нету бога других рук кроме наших вот вы руки бога в плане такого знаете нехорошее слово наверное карателя справедливости человека который несет закон в этот мир сказал слово само по себе она может быть и нехорошее но посыл в нем замечательный прекрасный потому что вы должны выравнивать вот как будто бы вот этот вот баланс в мире то есть кто-то должен делать и такую работу и вот эту вот работу как будто бы делаете вы вы меняете сознание других людей однозначно а если вы практик в очень сильные мощные практики если еще таким не являетесь вы в этом вы будете здесь вот потенциал такой если вы уже являетесь мощным сильным практикам то вы это знаете и хочется сказать если у вас есть клиент они вас ненавидят ненавидят за ту боль которую вы им причиняете но вот в этой боли есть столько благости столько милосердия столько столько любви потому что когда вот это вот скорлупа рушится и человек видит то кем он стал благодаря вот этой вот боли которые вы приносили тогда у него появляется благодарность к вам это очень напоминает спорт когда тренер начинает обучать своих учеников там заставляя их преодолевать себя преодолевать боль и мучения слезы вот этот ненависть но потом когда наступает момент и человек получает золотую медаль серебряную там либо олимпийскую вообще медали вот он чувствует гордость и тогда он понимает что вот если бы не было вот этого вот тренера то и вот этого тренажера названием жизнь то я бы никем не стал я бы эту медаль не получил вот вы являетесь для своих учеников для своих клиентов именно таким человеком к вам не очень идут то есть у вас такая молва не это как-то знаете такая двоякая с одной стороны до классные потому что вот такие результаты но пока к этому результату придешь очень многое-многое придется прожить здесь такое вы действительно меняете сознание других людей ну и последняя карта кто вы на самом деле ну человек которому нравится соревнования вы если нет оппонента для соревнований либо для конкуренции вы ее создаете сами себе сами себе бросаете вызов берете себя на слабо вот и идете вот вы себя держите в вежевых рукавичках постоянно чем-то занимаясь когда ограничивая в каких-то аскезах каких-то практиках там не знаю может быть на диетах сидите на каких-то строгих вот что-то там не знаю кто-то память развивать заставляет себя запоминать какие-то слова учить иностранные языки вот вы постоянно что-то собой делаете вот ваша душа по семерке жезлов здесь хочется сказать что не то чтобы она плачет иногда есть такая знаете нужда такая потребность в том чтобы кто-то меня обнял кто-то меня обняла просто в тишине посидела и принял меня вот мне так хочется здесь вот прямо такой порыв души да мне хочется ощутить вот эту безопасность я так сильно устал вот не идут здесь такие слова и я так сильно устал либо я так сильно устала вот то с чего начали с аркана влюбленных оставьте меня в покое а здесь вот прям знаете желание такой нежности принятия но не от какого-то конкретного человека а вообще от жизни от вселенной такое ощущение что вот прям нужда в окутывание в вашей душе любви вот вы настолько сами себя изрезали сами себя избили сами себя я не знаю ударами цепей плетей настолько ранили вот это вот чрево вредительство что ваша душа на данный момент она вот прям нуждается вот в том что знаете вот успокоиться бывает когда у человека нервный срыв вот он плачет кричит смеется рдает а потом наступает фаза успокоения и приходит сон и вот вот только он спит во сне и и всхлипывает вот и вот здесь вот что-то такое мне идет до желание вот в этой нежности чтобы вас кто-то обнял чтобы вас убаюкал чтобы вам сказал все окей не переживай все будет хорошо я рядом все решим все сделано вот вас так вот сейчас такая вот потребность у вашей души но это вот прям знаете такая мимолетная я бы сказала слабость для вас это некая такая слабость до следующего момента пока вы найдете себе какую-то трудность какое-то занятие и пойдете дальше себя когда струдировать да может рвать вот как военный который постоянно на службе вот но бывают такие моменты вот сейчас один из таких когда вот вам прям хочется сказать оставьте меня все покои да и бесы и ангелы и черти и и все кто есть и дайте мне вот просто как то знаете так полежать хочется в теле физическом какое-то спокойствие какое-то расслабление некой такой тишины вот прям не знаю расслабление вот мне идет расслабление тишины хочется в голове тишины в теле расслабление вот это вот убаюкивание у кого-то здесь идет знаете вот это вот песня песни колыбельная то ли вам мама напевала то ли где-то вы слышали эту колыбельную может быть из какого-то фильма но вот здесь вот какая-то такая колыбельная убаюкивающая да и вот прям идет вот это вот засыпание да как успокоение и вот это чувство безопасности вам очень необходимо вы ищет человек с такой энергетикой с такой силы вам необходимо ощущение себя безопасности вы не ощущаете себя безопасности вот такая вот у меня была и третья позиция сегодня мне кажется у меня есть уже такие расклады можете в плейлисте посмотреть по-моему до 2020 есть два плейлиста по названием саморазвитие один до 2022 года а другой в 2022 вот тот который до посмотрите там были такие расклады как вы себя видите как другие вас видят может быть что-то еще дополнительно для себя услышите а я с вами и прощаюсь пожелаю вам всем отличной недели хорошего настроения пишите ваши комментарии не забывайте ставить лайки нажимать на колокольчик выбирайте нажав на колокольчик там получать все оповещения чтобы приходили к вам и мои посты и анонсы из раздела сообщества либо почаще заходите туда вот а я с вами прощаюсь всего вам самого лучшего всем пока пока